Смотри, вот так выглядит кабинет, то есть вот такая картинка должна быть, когда ты уже войдешь первый раз в кабинет. Вот это поле будет только пустое. Смотри, берем мы вот здесь вот ссылку, вот я конкретно беру ссылку отсюда, да, и пересылаю тебе. Картинка как выглядит. Вот я сейчас, допустим, выхожу из этого кабинета, из своего. И, допустим, вот тебе пришла ссылка, ты проходишь по ссылке и видишь вот такую вот картину. Вот, вот такая у нас картинка. Смотри, вот first name, last name, то есть имя первое идет на латинице, фамилия. Потом дальше идет логин. Придумываешь вот здесь вот свой логин, потом вставляешь вот здесь вот адрес электронной почты. Потом придумываешь пароль. Вот здесь вот у меня он стоит, да, но я как бы перешла, потому что из своего кабинета взяла, у меня было открыто, поэтому так загрузилось. Вот здесь вот пароль. Вот здесь вот рядышком подтверждаешь пароль. Здесь выбираешь страну. Ну, вот если, допустим, ты там в Испании находишься, да, а по русским документам будешь верификацию делать, тогда выберешь здесь вот Россию из перечня, да, Российскую Федерацию. Вот здесь вот телефон. Естественно, у тебя здесь отобразится автоматически вот это вот первоначальные цифры страны, которую ты выберешь. Потом вот гендер. Это, видишь, женщина, мужчина или там другое, ну, как бы времена такие, да. Потом дальше. День рождения. Месяц, день, год. Логин пригласителя стоит по умолчанию. Вот это вот все стоит по умолчанию. Ставишь галочку, что я соглашаюсь, и нажимаешь регистр. Проходит регистрация. Идешь на почту и подтверждаешь свою регистрацию. В принципе, все. Вот, потом, когда ты заходишь в кабинете, видишь, вот, вот я уже, видишь, у меня кабинет. Вот я захожу в свой кабинет, вижу вот такую вот картинку. Так, смотри. Вот это поле, вот это поле, сюда нужно внести свой кошелек Метамаск. Не смотри, что здесь написано, потому что вот многих это с толку сбивает, и меня тоже. Вот, кошелек Метамаск. Вот сюда надо внести. Где его взять? Ну, надеюсь, что у тебя есть Метамаск. Вот смотри, мы находимся в Метамаске. Значит, платформа работает на блокчейне Polygon. А у Polygon нативная монета является Matic. Вот видишь, у меня, допустим, по умолчанию стоит он на эфире. Вот, но я выбрала Matic, вот, Polygon. Тут там нужно добавить блокчейн и выбрать Polygon. Добавить сеть. Если у тебя там другие сети, Polygon не добавлен, добавить сеть и выбрать Polygon Matic. Вот, потом берешь вот этот вот адрес вот здесь. Вот этот адрес на всех блокчейнах одинаковый. Но ссылку нужно брать, когда ты уже Polygon подгрузишь себе. Берешь вот так вот раз, копируешь свой кошелек. И первое, что ты делаешь, сюда его вставляешь. Только надо очень аккуратно, потому что вот эта вот штука, она не меняется. А поддержкой сейчас там их завалили всякими разными вопросами. Но лучше сделать все сразу правильно. Вот, сюда устанавливаешь кошелек. И в принципе, в принципе, регистрацию еще... А, да, я тебе говорила, что на почте подтверждаешь. Все. Значит, дальше пойдет... Мой профиль заполняешь, там адрес, там все понятно. Данные, там штат, регион, там область или край. Ну, если ты по русским документам согласно прописке. Вот этот куз, значит, по российскому паспорту. Первая страница с фотографией, вторая страница прописка. И третья страница, значит, делаешь фотографию, сэлфи, паспорт возле лица. Вот, потом вот это вот security здесь, значит, мы устанавливаем пароль транзакции. Меняем пароль. Устанавливаем пароль транзакции, потому что деньги снимаются через транзакции. Вот этот аутентификатор еще я не устанавливала. Пока можно без него. Надо сначала разобраться в кабинете, а потом уже подключать аутентификаторы. Так, что еще здесь есть? Ну, в принципе, все. Вот, значит, завести деньги. Вот нажимаешь ассет. Вот этот вот ассет нажимаешь, когда... И деньги вводим один единственный раз в систему. Ну, мы будем говорить там со своего кошелька, да? Вот по вот этой вкладке. Делаем с TRC20 на TRC20. У тебя здесь будет такой плюсик. У меня уже создан, видишь, кошелек. А тебе нужно будет нажать плюсик, плюс создать кошелек. А потом такая стрелочка образуется. Раз выходишь, и у тебя здесь вот этот твой кошелек. Здесь система какая? Пополняешь баланс, а потом уже покупаешь лицензию. Поэтому здесь можно, допустим, как я делала. Оттуда, 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 где у меня там были деньги, накидала. Это все через TRC20 только. Багучейны должны совпадать. Это единственный раз, где мы TRC20 вот здесь вот будем использовать. Ну, разве что еще на вывод. Вот. И потом деньги. Деньги у тебя окажутся вот здесь. Вот видишь, у меня здесь остаток. А почему остаток? Нужно заводить не 500, а 502. Потому что здесь центики какие-то, система там как бы проглатывает. То ли 30 центов. Ну, на всякий случай. Там в зависимости от газа, наверное, 30, может быть, больше бывает. Вот здесь вот деньги у нас лежат на депозите. То есть заведенные уже наши деньги. Потом мы идем на Бумеранг лицензия и покупаем лицензию. Вот она у меня сейчас здесь купленная. А у тебя там будет... Ну, вот смотри. Допустим, видишь, у меня вот эта вот лицензия, она купленная. А ты нажмешь... У тебя будет кнопочка Buy. Такое окошко будет. И смотри, что ты должна сделать, когда будешь лицензию покупать. Поставишь галочку вот на этом счете, что ты будешь покупать ее с того счета, где у тебя уже лежат внутри деньги. Да, вот у меня тут остаток. Вот сюда вносишь, опять же, кошелек Метамаска, переведенный на полигон. И вот сюда вносишь пароль транзакции, который ты создашь. Отдельно там нужен пароль входа, и система просит отдельно создать пароль транзакции. Ну, для начала, пока разберешься, можно сделать одинаковые. Многие люди делают одинаковые, кто как бы еще не присмотрелся к кабинету. Нажимаешь Next, и лицензия у тебя куплена. Когда лицензия будет куплена, тогда идешь вот сюда, там, где команда, и смотришь себя. Должна быть вот такая вот беленькая. То есть вот эти вот, видишь, беленькие, это оплаченные, но вот только начали, да, люди проплачивать. А вот эти вот красненькие, они еще все не оплаченные. Ну, в принципе, все.